Приветствую вас. Я думаю, что в основе всего лежат ваши потребности, которые вы, на мой взгляд, реализуете, интерпретируете, ну, как-то, знаете, очень своеобразным образом мне так вот видится, по крайней мере. То есть здесь вам вот нужно, по моему мнению, да, вам здесь нужно определиться с тем, с чего конкретно вы хотите и что конкретно вам нужно. Вообще. Вот вы пишите, как перестать из любого события делать повод для невроза. Выяснить, для чего вам это нужно. Зачем вам из, условно говоря, каждого события, как вы говорите, делать повод для невроза. Вот и все. То есть необходимо понять, необходимо понять вам свою цель, ради чего, зачем вы так делаете, что вам это дает. И вот, собственно говоря, тогда, я полагаю, ситуация будет, ну, как минимум лучше, чем она сейчас. Да? Вот. Вот и все. Дальше. Если раньше это был только внутренний дискомфорт, сейчас пришлось физиологию, бессонница, перебой в питание. Пример последнего случая. В университете общаюсь с препаратовым по поводу, значит, по поводу научной работы. Каждый его письмо или слово, я переживаю, что это сделано не так. Здесь у вас не наблюдается уверенность в себе. И, соответственно, чрезмерное ориентирование на других людей. То есть вы ориентируетесь слишком, 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 слишком сильно вы ориентируетесь на других. Да? И плюс ко всему, ну, явно, на мой взгляд, на мой взгляд, вы явно через вот этого человека пытаетесь реализовать какие-то, ну, свои другие потребности. То есть вы не просто учитесь и не просто пытаетесь, там, условно говоря, ну, сделать свое дело, которое нужно делать, да? А вы пытаетесь реализовать какую-то еще потребность. Вот. И поскольку нельзя в одном деле смешивать несколько потребностей, вот, то вы испытываете стресс. То есть если он вам, мужчина, я имею ввиду, к примеру, нравится, да, допустим, если он вам нравится, то, ну, эмоции свои нужно выражать. В этом ничего, как бы, плохого нет. Ну, это, ну, это нужно именно выражать. А вы, как будто, боитесь, что вы пишетесь, что я, вот, свои чувства подавляю. Вот. Но ведь, как вам сказали мои коллеги, подавлением чувств вы ничего не добьетесь. Вот. Так что, ну, ясно, страшно. Мне всем кажется, у меня пошлет или как-то обидеть. Это отношение к себе. Где-то вы переносите на него то, как вы воспринимаете себя сами. Вот. То есть это обесценивание, да? Чувство вины, возможно. Вот. Может быть, что-то еще. Может быть, что-то еще. Но, еще раз повторю, это к человеку не, скорее всего, не относятся. Дальше. Я даже не могу просто зайти к нему в кабинет и задать вопрос. Может быть, проблема в том, что мне нравится, но не даю развиваться. Но чувств, вы так понимаете, мне нравится не он, а просто образ, впечатление, которое он производит. Не знаю, как человек и так далее. Значит, вы его идеализируете. У идеализации есть причины, у идеализации есть основания, да? Соответственно, за идеализацией стоит, как правило, определенный ряд потребностей. Какие потребности у вас нужно выбирать, то есть для чего вы его идеализируете, что за этим стоит. Дальше. Через такие отношения равные зависимости я уже проходил. Значит, у вас с одной стороны нет лишних границ, да? А с другой стороны в наличии все условия для поступления в зависимые отношения, да? То есть это страх-страх от мельчества, неуверенность в себе, отсутствие собственной значимости. Вот. И психотическая направленность. Стоит склонность, ну, идти за человеком, как бы, до свой ведома. И отсутствие ориентирования на себя, конечно же. Из-за этого чувством, если кажется, вы можете такое подумать, чего бы мне очень не хотелось, так как это все глупо выглядит со стороны. Будем благодарны вашему совету в дальнейшем консультации. Ну, во-первых, вам нужно четко ограничить то, что вы делаете сейчас, сейчас выучитесь. Я бы сказал вам, что у вас нет вообще как таковой мотивации учиться. Ну, вот я бы что сказал. Вот. То есть, учеба, как таковая учеба, по-видимому, вам вообще не интересна. Вот. Ну, мне так, по крайней мере, видится эта ситуация. Учеба вам не интересна. Вот. Пока что. На данный момент она вам не интересна. Ну, потому что, вот, собственно, вы не учитесь, да, а, значит, занимаетесь чем-то вообще другим. То есть, как таковая учеба вам на данный момент не интересна. И тогда возникает вопрос, да, а занимаетесь ли вы, к примеру, значит, ну, своим любимым делом, да? Вот. Вот. Занимаетесь ли вы своим любимым делом? Что вам, что вам учеба, к примеру, не интересна. Вот. 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 То, что нужно отслеживать. Вот. То, что необходимо определить вам для себя. Вот. То есть, снизить мотивацию. Дальше определить потребность. То есть, что я хочу, допустим, через, ну, через, вот, идеализацию этого человека. Далее, откуда вы взяли, значит, само слово невроз? То есть, почему оно, ну, всплыло у вас, это слово невроз? То есть, вот, как бы, мне видится такая история, да, мне видится такой момент, значит, что это не случайно. То есть, вы как-то вот этим уже занимались, вы как-то уже с этим имеете дело или как, да? Почему именно невроз? То есть, вы себе взяли и поставили диагноз, вы знаете, что невроз это заболевание, которое нужно, с которым нужно работать. Вот. Вот. Вот это вот, опять же, вопрос, вопрос к вам. Вот. Вот так. Вот так вот. И что вы чувствуете к человеку? Что вы чувствуете? Ну, реально, вот что вы чувствуете? Лучше вы ему это выразите, а то, и правда, у вас работы не получится никакой, никакой она не снимает. Снимает, вам, наверное, нужно диплом дать, я так понимаю. Так-то, вот, пока рекомендации такие, а дальше нужно анализировать. Кому-то, то, то, то вы описали, это в своле следствия, это не первопричина. Первопричина в чем-то другом, скорее всего. Вот. И нужно смотреть, в чем именно первопричина. Он заключается. На этом все. Надеюсь, что помог вам. Если у вас остались вопросы, пишите в личку, буду рад помочь. И если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если сделаете его лучшим. Я желаю вам всего самого доброго и удачи.